МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа событий в студии Ольга Ловина. Торжественное шествие вдоль проспекта Ленина праздничный митинг на площади партизан, акция капсула времени и еще масса увлекательных и памятных мероприятий. Брянск отметил День города. По традиции, 17 сентября в Брянске, как и 9 мая, начинается с возложения цветов к стеле на площади воинской славы. В церемонии приняли участие заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков, губернатор Брянской области Александр Богомас, председатель областной думы Владимир Попков, руководители города, духовенства, силовики. Память воинов, сражавшихся за Брянск с фашистами, почтили на воинском захоронении в Советском районе и у мемориалов на Аллее Героев. Ровно в 11.00 на площади Ленина стартовал праздник «Брянск – это наша с тобою судьба». Среди главных почетных гостей Дня города – ветераны. Георгий Степанович Мосин родом из Камаричей, участник Сталинградской битвы. О том, что Брянск освобожден, узнал в госпитале. Освободили Брянск, я лежал тяжело раненый в Кемеровской области. Получил я письмо от матери. Участники праздничного шествия во главе с ветеранами Великой Отечественной войны и партизанского движения направились вдоль проспекта Ленина. Ровно 74 года назад войска Брянского фронта под командованием генерала Маркиана Попова освободили Брянскую область. 17 сентября 1943 года войска 11-й армии совместно с партизанскими соединениями портировали Десну и после упорных боев освободили Брянской бежицу. Сегодня благодарные потомки, а также ветераны-освободители вышли на улицы города, чтобы вместе встретить один из главных праздников. Вдоль всего проспекта за шествием наблюдали маленькие и взрослые жители Брянска. Мы уважаем пожилых людей. Наши дети растут в этом городе, учатся, образование. Ну, город Брянск, он сам прекрасен всем. Очень красочно все, очень светло, радостно. Толпы народа собрали. Все как надо на празднике. Продолжился праздник на площади партизан. Здесь состоялся ритуал памяти. Белые голуби – символ мира, который отстояли советские воины. Свобода от фашизма была завоевана кровью миллионов людей. В память о них сотни красных гвоздей. Каждую годовщину освобождения брянцы приносят к вечному огню. Жителей города воинской славы с великим праздником поздравил заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков. Самое дорогое, что остается у любого человека – это память. Это самое сильное, самое дорогое, что есть у человека. Пожалуй, нет человека, который не испытывает чувства любви, привязанности к своей земле, к своей уникальной культуре, истории. Но это наше чувство – любви к Родине. Такого чувства нет ни у кого в мире. Не было, нет и никогда не будет. Посмотрите на ветеранов – это те люди, которыми мы гордимся, которые для нас являются примером. Они нам сегодня говорят о истории, и они же говорят о сбережении младшего поколения. 17 сентября 1943 года столица нашей Родины, Москва, салютуала доблестным войскам Брянского фронта 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. По традиции в этот день столица нашего региона, город Брянск, Брянск празднует еще и свой День рождения. Эти два праздника объединяет всех нас. Независимо от возраста и профессии, нам бесконечно дороги история и традиции нашего родного края. В его летописи немало героических страниц, когда наши предки-земляки помогали защищать русское государство отражеских нашествий. Этот дух наши отцы и деды приявили и в годы Великой Отечественной войны. Их подвиги олеяны легендами. А Брянский партизанский край стал символом народного мужества и терроризма. Сегодня коллективы промышленных предприятий города Брянска вносят весомый клад в обороноспособность нашей страны. Город развивается. Развивается потому, что здесь живут талантливые, работоспособные патриоты нашей Брянщины. Дорогие ветераны, разрешите мне от депутатского корпуса Брянской области горячо и сердечно поздравить вас с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, стойкости, долголетия. Свои приветственные слова Брянцам адресовал гость из Украины, ветеран войны Николай Кабанов. Мы защищали тогда всю нашу страну, Советский Союз. И важно, где кто воевал. Важно, что мы защищали нашу Родину. Вот благодаря нашему доскопичастию всех жителей, мы сегодня свободно, красиво празднуем этот знаменатый праздник освобождения города. И с праздником вашего города еще раз. Чтобы помнили будущие поколения о цене свободы, в этот день в Брянске провели акцию «Капсула времени». Она стартовала с площади партизан. Живым коридором через весь центр города до Кургана Бессмертия выстроились студенты, школьники. По цепочке они передавали капсулу с посланием поколению 2067 года. Я очень был рад принять в этом участие, поэтому это очень памятное, можно так сказать, событие. Я надеюсь, что наше будущее поколение соблюдет то, что мы написали и пожелали им, и сделает наш край, нашу Родину только еще лучше. Горды тем, что нам предоставилась такая возможность прикоснуться к истории, к истории наших дедов, прадедов. Я надеюсь, что через 50 лет, когда я буду доставать, мои дети будут присутствовать на этом мероприятии. В этой капсуле заключено главное послание. Никогда не забывать о героическом прошлом партизанского края и беречь как зеницу око свободу, завоеванную нашими предками. В акции приняли участие более 20 тысяч горожан. Все они уже вписаны в историю города. Александра Седачева, Евгений Седачев. События. Брянск. Курган Бессмертия – конечный пункт торжественного путешествия капсулы. Послание потомкам принял живой коридор из 20 тысяч человек. На площади перед Курганом буквально яблоку негде упасть. Живой коридор из 20 тысяч человек встречает капсулу. Ее передача затягивается. Каждый хочет прикоснуться к титановому цилиндру с посланием потомкам. Наконец, капсулу принимают ветераны Великой Отечественной. Капсулу получают наши ветераны. Всеобщее ликование среди участников мероприятия и пожилые жители города, и молодежь. Самому маленькому жителю, принявшему участие в передаче капсулы, нет еще и года. А самому старшему – более 90. Под гром аплодисментов сосуд с посланием потомкам поднимают на главную сцену. Мы сейчас стоим у Кургана Бессмертия. На этой священной высоте, у подножия которого заложена земля Чевастополя и Одессы, Сталинграда и других городов, земля, окропленная крою на защитников Отечества. В этот день я, как ветеран войны, прошедший путь от Сталинграда до Балтийского моря, обращаюсь к вам. Берегите, храните память прошедшего героического прошлого. Не забывайте, какой ценой отстояли ваши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Мы завещаем вам мир, который был твоим, вашими предками. Любите и гордитесь своим городом, своим краем. Любите город, как мы любили свою родину, когда выходили из окопа навстречу врагу. Во имя будущих поколений, во имя вас, живущих, гордитесь своей родиной, будьте достойны своих предков. Я надеюсь, что вы сделаете все возможное, чтобы приумлогать славу нашей великой родины, страны, которая является гарантом мира на земле. Перед закладкой капсулу осветил митрополит Брянский Исевский Александр. Мы отправляем послание грядущим потомкам. Мы просим их также хранить заветы своих дедов и отцов, быть верными своим призваниям и с любовью жертвенно служить своей родине и своему народу. Пройдя путь от площади партизан до площади воинской славы, капсула поднимается на Курган Бессмертия. Буквально через несколько минут под залпы орудий сосуд с посланием потомкам опускают в специальную полость на вершине холма. Какой молодец! Молодец! Затем углубление закрыли металлической пластиной и забетонировали. У меня нет ни малейшего сомнения, что это действительно всенародный праздник. И вот подрастающее поколение, они увидели то, с чего надо брать пример в патриотизме, решительности, преданности родине. Это сегодня праздник, такое торжество-торжесть. Мы сегодня видели очень много ветеранов. Мы посмотрели, как через всю Брянщину, кто-то скажет, через город Брянск, через всю Брянщину капсула к потомкам. Там очень много сказано того, что сегодня делается в стране, в регионе, и то, что мы должны сохранить. Но самое дорогое, я об этом говорил и хочу подчеркнуть, это память. Иногда говорят, что где есть память, там слов не надо. Но нужно все равно сказать. Вы видели сегодня вот этих святых людей, наших ветеранов. Это люди, которые спасли не только Брянщину, не только весь наш бывший Советский Союз, Россию. Это люди, которые спасли человечество. Мы все вот сегодня являемся свидетелем того, как жители нашей области чтят те традиции, которые были заложены нашими предками. Ведь мы сегодня являемся наследниками своих отцов, своих дедов, своих прадедов, которые на протяжении многих веков, для которых на протяжении многих веков, главное, это было служение своему народу и своей стране. И поэтому мы имеем такую огромную страну. Шестая часть суши – это сегодня Россия. Потому что наши предки думали о будущем своих потомков. Сегодня праздник удался. Мы не только отметили День Брянщины и День города Брянска, а сегодня заложили фундамент в наше будущее. Потому что капсула – это то послание нашим потомкам, которые будут продолжать дело и наше дело, и наших предков, наших дедов, прадедов. Тем временем на главной сцене праздника честовали победителей кросса нации. А одаренным юношам и девушкам, учащимся лицее, в гимназии и школ города вручили свидетельство о присвоении стипендий. Стипендиаты снискали славу и успех в многочисленных городских и всероссийских олимпиадах, отметились на поприще общественной деятельности и добились признания в искусстве. Это моя первая стипендия. Она является большим стимулом к дальнейшему обучению. Я увлекаюсь физикой, математикой, информатикой. В дальнейшем хотел бы стать инженером. Это заслуга моих преподавателей, учителей и, прежде всего, родителей. Будем добиваться новых успехов. Чтобы все было в дальнейшем еще лучше. Я испытал чувство того, что все-таки я не зря работал целый год на благо нашей школы, так как я являюсь активистом российского движения школьников. И для меня это вторая жизнь, вторая семья, второй дом. Праздник продолжился выступлением творческих коллективов города. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов. События. Брянск. Закончился день рождения города лазерным шоу и выступлением Олега Газманова. Главную сцену развернули у подножия звезды. Творческие коллективы поздравляли жителей города с праздником своими номерами. Творческие коллективы поздравляли жителей. Перед гостями праздника выступил молодой исполнитель Иваны Лайф. Брянскому слушателю он известен по песням «Укращение огня» и «Город родной». Иваны Лайф финалист многих конкурсов, в числе которых засветить зажги свою звезду. У Ивана есть песни, записанные и аранжированные директором студии «Живая вода» и с музыкантами из группы «The Project Paradise». В этом году праздник мне понравился даже больше, чем в прошлом, потому что как бы намного больше людей, да, то есть и технические как бы моменты намного интереснее, потому что в прошлом году не было даже тех же экранов. Это как, ну это очень хорошо. На празднике выступил еще один исполнитель, певица Айрен. Она исполнила песню «Гимн Брянска», которую ей написал Иваны Лайф для конкурса «Подари городу песню». Жителей города поздравляли и другие не менее известные исполнители. «От неба в облака, безумно красиво, живу с тобой, мой Брянск, судьбою одной, мой славный, добрый Брянск, город России, без сердца и в душе, со мной, с праздником, любимый Брянск!» Но главный подарок жителей Брянска ждал впереди – выступление народного артиста России Олега Газманова. «Я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся, не так. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся, не так. Помимо старых известных песен вроде «Морячки» и «Саула» и «Эскадрона», Олег Газманов исполнил и новые песни. Зрители откликались и на то, и на то, а во время исполнения офицеров зажгли фонарики на мобильных телефонах. «Облизи, облизи, облизи, по жесне, все, облизи, за Россию свободу, для конца». «Облизи, Россия, по свободе, сияй, заскогляет, пусть осторожает сердце». После концерта на сцену вышел заместитель губернатора Александр Коробко и поздравил артиста с праздником. Разрешите мне от имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза от каждого из вас поблагодарить народного артиста России Олега Касманова за его творчество, за его любовь к нашей России. Спасибо. Всех с праздником. Завершились торжественные гуляния праздничным салютом и лазерным шоу. Зрители праздником остались довольны. Как вам праздник? Отлично, хороший праздник. Вообще супер, просто шикарно. Замечательный был салют, нам так понравилось. Ой, классно. Нам все понравилось, да, все очень хорошо. Газманов Олег. Да, Олег Газманов вообще был просто супер, нам очень понравилось. Замечательно все прошло. Нам особенно понравился салют. Это шикарно. За столько лет я впервые его увидела здесь в Брянске. Замечательный, очень хороший праздник. Спасибо администрации города, области за такое приведение шоу. Особенно лазерное шоу очень понравилось. Лазерное шоу, песни Газманова просто прекрасно. Организация праздника была очень хорошая и, в общем, все понравилось. Игорь Умаров, Андрей Мазонин, События Брянск. Накануне Дня города в Брянске прошло выездное заседание общественного совета. Тема – реконструкция памятника Александру Матвееву, организатору партизанского движения на Брянщине и фактически основателю области. Что памятник находится в плачевном состоянии, заметил неравнодушный брянец. Я реконструировал могилу своих родителей и натолкнулся на запущенный памятник Матвеева. В это время вокруг строились монументальные комплексы, люди малоизвестные и известные по-разному. Мне стало обидно за державу, и я постарался в пределах своих возможностей исправить. Памятник расположен на Аллее Славы на центральном кладбище Брянска. Вячеслав Гребенщиков говорит, занялся памятником, чтобы людям стало понятнее, кто стоит у истока в Брянской области. Теперь осталось благоустроить территорию. И может быть начать новые работы по созданию сквера Матвеева и его памятника в городе. На заседании также присутствовали родственники Александра Матвеева и глава Брянской городской администрации. Они возложили цветы и почтили память основателя области. Екатерина Пормон, Андрей Мазунин, События Брянск. В день города Семеновский сквер зазеленел. Там торжественно высадили Аллею Дружбы. Десять саженцев клёна высадили накануне праздника ученики 8-го Б-класса школы номер 4. Первыми делегацию встретили школьники. Как символ мира и продолжения жизни, ребята подарили губернатору Брянской области Александру Богомазу и заместителю полпреда президента Мурату Зязикову маленьких глиняных голубей, выполненных в технике кжель. Помимо первых лиц региона, именные деревья высадили и герои Советского Союза, в числе которых ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Николай Кабанов, который 74 года назад освобождал Гомель, Севск и Комаричи от немецко-фашистских захватчиков. Также в Семеновском сквере теперь будут подрастать деревья, посаженные делегациями городов-побратимов и гостями из Грозного, Владимира, Тулы, Курска, Иваново и других городов. Всего в Семеновском сквере высадили 79 астралистых клёнов и 28 рябин. Закончив с деревьями, гости праздника прогулялись по скверу и посмотрели, как идет ремонт лестницы по бульвару Гагарина. Игорь Умаров, Андрей Мазунин, События Брянск. Далее новости экономики и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и желаю всего доброго. До встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова